Рад приветствовать вас на телеканале НИПАК. Спасибо, что вы с нами на влиянии. Я предоставляю моего собеседника Антон. Приветствую вас, доброе утро. Всем добрый день, вечер, вне зависимости от часового пояса. Welcome back. Welcome back, как мы говорим, это у нас вторая встреча. Да. Это первую встречу, если вы пропустили, вы потеряли много, но потеряли не все. У вас есть возможность возвратиться к просторам, я так говорю, к просторам НЭТа, к этой паутины мировой, и там набрать душепопечения Антона. Также служение у Антона, как душепопечителя, ну и, наверное, семейного советника, наставника. Ну, душепопечения включает в себя и консультирование, и менторинг, и наставничество, и коучинг, все это. В какую тему мы сегодня идем? В тему, как апостол Павел говорит, сии пребывают три. Вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше. О любви говорят достаточно много. Вот, и о любви Бога, и бывает однобока. Вере тоже, потому что праведный своей верой жив будет. А вот поговорить о надежде, это то, чего нам сейчас очень не хватает. Эти три главных добродетели христианства, они всегда в фокусе. Конечно, их надо рассматривать вместе, как надежду без веры и любви, так и любовь без веры и надежды тоже сложно рассматривать, но все же. Потому что проводя группы, общение с людьми, особенно тем, кто находится сейчас в Украине, в стесненных обстоятельствах, везде я вижу, что людям нужна надежда. Поэтому есть слова, что надеющие на Господа обновятся в силе. Поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему наряду, ты говоришь, наряду с верой и любовью надежда, она стоит в приоритете, так скажем? Исходя из того, из событий происходящих, из потрясений, из всевозможных аномалий, семейных или жизненных, внутренних. Я почему задаю вопрос, потому что до эфира ты говорил, вчера у тебя была встреча, и ты задал вопрос группе своей, о чем бы вы хотели услышать, и ты услышал вот это направление. Да, группа как раз была людей, которые, одна часть людей находилась в абсолютно мирных регионах Европы, одна часть людей находилась на территории Украины, но в безопасных, относительно, хотя сложно назвать вообще Украину безопасным местом, и часть была, кто находился в серых, даже в зоне боевых действий. И благодаря лишь потому, что был включен интернет, мы смогли поговорить на тему душепопечения, вообще мы говорили, как служить людям на тех территориях, особенно кто проживает сейчас, кризисы, трудности, потрясения, утраты. И вот несколько человек мне сказали, мы бы хотели услышать именно о надежде, потому что порой она, говорит, увядает. И поэтому, почему я говорю, что оно в совокупности надо рассматривать, вот почему апостол Павел на это акцентировал внимание. Он говорил целую главу о любви, но при этом сказал, пребывают сие три. Да, вот и надежда в нем тоже стоит. И даже люди этого мира, они говорят, надежда умирает последней. Я вспоминаю и передам тебе слово, вспоминаю Александра Македонского, который был разбит в одной из бит своих. Далеко, если те, которые историей не владеют, Александр Македонский, это был предводитель еще до рождения Христа, своего войска и своей страны был. И так вот, когда разбита была часть его войска, пришли к нему помощники, говорят, Александр, мы потеряли все. Он помолчал, говорит, вы ошибаетесь, у нас еще осталась надежда. Да. И тогда же он эту битву он и выиграл, хотя сражение потерял. Итак, давай, Антон. Да, я сейчас вот вы говорите, и я вспоминаю, когда я был человеком неверующим. Моя жизнь была связана с криминалом, с наркотиками, то есть нездоровым образом жизни. И был там один исполнитель. И до сих пор мне глаза, глаза его видны, и в памяти до сих пор у меня его слова. Там звучали такие слова. Надежда была, и она осталась напрасно, и она капает на пол, липкая жидкостью красной. И не осталось ни сил, ни ощущения боли, тоской изъедена душа, как личинками море. Все катится в пропасть, причем уже не первый раз, и равен нулю смысл дружеских фраз. Это бард какой-то был? Это, скорее всего, речитатив от мирского человека рэпа. Цитировать, ну, имя его называть не буду, я просто лишь до сих пор помню, потому что находясь в агонии, в отчаянии, в утрате какого-либо смысла жизни, я часто слушал тексты, они очень депрессивные, они угнетающие, и вместо радостной новости человек слышит совсем другую информацию. Потому что вот сейчас, благодаря как раз тому же инету, у людей есть возможность смотреть всевозможные новости. И Евангелие, что буквально означает добрая новость, мы часто слышим как раз недобрые новости. И они грузят сердце, они приносят такую тяжесть на сердце. А написано, а доброе слово, оно что делает? Развеселяет. Да, оно дает надежду. И даже врачует. И врачует, тем более. Вот как раз об этом, почему и нужно говорить именно о надежде. Потому что, допустим, писание также говорит, что надежда нечестивого, она напрасна. А у нас надежда и на воскресенье, и на чаяние вечной жизни. Это тоже напрямую связано с верой. Поэтому тут нужно говорить. Интересно, что Ожигов говорит, что надежда – это ожидание, это уверенность в осуществлении чего-либо радостного, благоприятного. Вот он возлагает надежду на что-нибудь. А Даль говорит, что надежда – это опора, прибежище, приют, отсутствие отчаяния, верящее в ожидание желаемого, лучшая вера в помощь, как пособие, полагать надежду на Бога. Вот так говорит Владимир Даль об этих вещах. Вот. Но интересно, как апостол Павел в одном из своих посланий говорит так. Надежда, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чему ему надеяться? А вот люди, когда они видят страдания, когда они видят стену перед собой, они видят тупики, они видят ни конца, ни края. Чем ближе я к горизонту, тем дальше он от меня. Но вот как раз надежда и дает внутреннему человеку полагаться, цепляться вперед и идти дальше. То есть мы хватаемся, это как за спасительную, потому что это не вера. Когда мы хватаемся за спасительную, круг спасительный, да, это, наверное, надежда. Писание называет якорь безопасный за завесой. Да. Потому что вера, вот мы говорили до эфира, чем вера отличается от надежды. Даже в наших проповедях очень часто, мы так бегло, проговорил братья и сестры, верим и надеемся. Да. А они же отличаются, хотя, хотя, хотя они имеют нечто общее и ведут к общему, но они отличаются одно и другое. Как стыд и вина могут отличаться между собой, хотя они очень часто, вот как брат и сестра, да, как, допустим, кротос и смирение. Они тоже могут быть родными и сестрами. Так и надежда и вера. И вот интересно, что автор послания к евреям говорит, что вера есть осуществление ожидаемого и уверенность в недвидимом. И приходящему к Богу надо веровать. То есть там буквально доверять ему, потому что без веры Богу угодить невозможно. А говорит, а тот, кто верит в него, говорит, ищущему, он говорит, потому что он и ищет его. Надежда, она очень близка, но имеет градацию. Это вот как раз то, что вот апостол Павел говорит, какая же надежда, если она видит. Он говорит, а надеется, что вот у меня есть вера, но нет надежды. То есть я верю, когда, может, вспоминаете, когда люди, долго не было дождя, и люди, фермеры, понимают, что от этого зависит урожай или, наоборот, его отсутствие. И решили собраться и все молиться и призывать Бога. И вот решили на дно поле прийти и там вместе молиться. И одна девочка пришла с зонтиком. Естественно, что же ты пришла с зонтиком? Засуха. Она говорит, ну мы же пришли для того, чтобы дождь был. Я вот взяла, чтобы было. Она не только верила, она надеялась, что вот сейчас дождик и пойдет. А вспоминаем историю, когда апостол Петр, его схватил Ирод, сын Ирода Великого. Он убил Якова мечом. Мне это понравилось. И Петру, да, Петру тоже ожидала такая участь. И помните, церковь собралась в горнице Иоанна Марка, все молились. Бог по молитве церкви произвел свою работу. Ангел вывел Петра, он пришел, постучался, и служанка услышала стук, пришла, кто там? Петр говорит, я, Петр, она настолько взволнованная, не открыла ему двери даже, побежала наверх, говорит, там Петр, ты в своем уме вообще? Как он может быть? Он же в темнице. И вот тут как раз и встречаются сопротивления, когда вера есть, мы верим, молимся, а вот надежда в том, что так оно и произойдет, вот тут чук, оно как бы соединяется, когда эти два компонента, вера и надежда, почему я говорю, что их вместе надо рассматривать. Они очень близки, как разделение души и духа из составов мозгов, точно так же и с надеждой. Раз, и оно сработало. Но нельзя их одно от другого отделить. Поэтому нам точно так же надо не только верить, но и надеяться. Получается, верой мы начинаем, а надеждой оканчиваем, или наоборот? Бывает и так, и так. А когда они вместе, вот есть выражение, сила есть, воля есть, а силы воли нет. То есть вот бывает, что у людей есть воля, но нет силы. Есть сила, но нет воли. А когда сила воли, это вместе, два компонента, так и вера с надеждой. Но, говорит, любовь из них больше. То есть на основании любви она-то и будет работу эту делать. То есть получается, из всех трех, как ты говоришь, компонентов, компонента любви, она все объемлет, и она... Да, она же совокупность совершенствует. Она как вот, как этот стол, да, вот на нем все остальные предметы лежат. Точно так же и вот любовь, она говорит, почему Бог есть любовь, да, почему нам очень важно. В центре будет вера, но надежда, она всегда рядом. Их нельзя как бы разделять. Как человек, он холистичен. Вот некоторые там, вот, свидетели Иеговы, например, они верят, что человек там будет царствовать на земле, и что он вне тела не существует. Мы верим, что у нас есть и дух, и душа. Да, кто-то там рассматривает душу и дух как одно целое, как, точнее, как синонимы. Или тело и душу. А что вера без дел мертва, так и тело без духа мертво. Вот точно так же дело касается и надежды. Надежда нужна, она усиливается. Почему я и процитировал вначале, что надеющиеся на Господа обновятся в силе. Это вот слово надежда с верой вместе, это слово упование. Вот оно, когда надежда усиливается верой. Потому что у людей, плотских тоже есть неверующих, душевных, у них тоже есть надежда. Он надеется, покупая лотерейный билет, он надеется, что он выиграет. По этому поводу есть даже неканоническая притча, когда Моня молился долго. Бог, почему же я не могу выиграть в лотерею? И тут уже Бог посылает своего ангела. Моня, я готов тебе помочь. Но ты хотя бы для начала купил лотерейный билет. Иногда мы верим, а надеяться – это значит взять и включить эти вещи. Интересно, что надежда не постыжает, сказано в Писании. Потому что любовь Божия излилась Духом Святым в сердца наши. Вот оно всегда вместе, их надо вместе рассматривать. Но я решил именно выделить надежду. То есть, говоря о человеке, чуть выше ты сказал, что мы как трактуем, что такое человек? Человек – это Дух, который живет в теле и имеет Душу. Человек – это Дух. Это та величина, это та субстанция, которая по-настоящему, она вечна. Вот почему говорят, в космос поднялись и достигли уже самых далеких глубин Вселенной, но не обнаружили место обитания никого, потому что мы другая субстанция. Мы имеем Дух, который живет в другом измерении, то есть мы другого измерения существа или творения Божьего. Так вот, говоря о вере, любви и надежде, получается, что вот эти в совокупности три таких важных истины – вера, надежда и любовь – они практически объемлют все наше естество. Они должны объемлют нас, как христиан, как рожденных свыше. Вера, надежда, любовь. Как-то, я говоришь, любовь из них больше. Вне этого, как христиане, мы не можем существовать. Мы не можем оперировать нашими духовными какими-то возможностями, дарованиями Дух, но мы вне этого не можем оперировать. То есть это все для человека. Да, это три главных добавления. А потом все остальное – это уже придатки. Да. Потому что без веры, без надежды, без любви, ну, человек практически, по большому счету, он является плотским, просто плотской натурой и все. Ну да, помните, опять же, апостол Павел, цитируем его сегодня много, он сказал, что если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех живущих на земле. Потому что мы верим в Бога, но надеемся только вот в этой жизни. А мы знаем, что именно утешаясь общей верой, общей надеждой на общее воскресение, теряя человека близкого сейчас вот в Украине, когда много похоронок, когда люди переживают, война, вот этот сейчас техногенный, это… Каховская. Да, Каховская, ГЭС. Это все приносит людям отчаяние, не теряют как раз надежду. И вот, но все же они хотят ее иметь, они за нее хватаются, как за спасительную такую ниточку, как вы сказали, плод этот, который помогает мне. И вот мне нужно надеяться не только в этой жизни, но и в следующей. Вера есть, усиливаем надеждой, но все это на основании любви. Продолжает. Да, поэтому вот вспоминается… И тут бы хотелось бы еще вот такую важную деталь подчеркнуть. Когда мы как раз говорили вчера с людьми, мне пришло на память, когда я спросил этот вопрос, что бы вы хотели услышать о надежде, что бы это были не просто слова пустые, а что бы она правда произвела работу внутри сердца, что бы человек ухватился, то мне вспомнилась вторая книга «Параполиминон». Называют «Хроник». Да, и об одном из шести благочестивых царей Иудеи. В Иудее с момента распада на север и юг, на Израиль и Иудею, было 20 иудейских царей. Из них только шесть были благочестивыми. Из этих шести благочестивых царей был один из тех, при котором была реформация, очень сильные изменения. Это был царь Иезеки. Он сделал очень много для того, чтобы поднять и веру в единого Бога, и экономику. Много при нем произошло хороших таких преобразований. И вот интересно, я открою как раз вторую книгу, в 33-ю главу. Надеюсь, я правильно открыл. Нет, это, наверное, простите, 30... Сейчас. Наверное, я чуть-чуть не туда. Да, это 32-я глава. Вот. Как интересно звучит. «После таких дел и верности пришел Синахирим, царь Ассирийский, и вступил в Иудею, и осадил укрепленные города, и думал отторгнуть их себе. Когда Иезеки увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, тогда решил с князьями своими и с военными людьми своими засыпать источники воды, которые вне города, и те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники и поток, протекающий по стране, говоря, да не найдут царь Ассирийский, придя много воды. И ободрился Иезеки, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов, и поставил военачальников над народом, и собрал их себе на площадь у городских ворот, и говорил к сердцу их, и сказал, будьте тверды, мужественны, и не бойтесь, и не страшитесь царя Ассирийского, и всего множества, которое с ним, потому что с нами больше, нежели с ними. С ними мышца плотская, а с нами Господь Бог наш, чтобы помогать нам и сражаться на братьях наших, и подкрепился народ словами Иезекии, царя Иудейского. Очень мощный текст, он носит как буквально историческое значение в истории Израиля, да и вообще, раз мы читаем это на страницах Библии, значит, для нас есть это назидательная история, потому что Писание все полезно для вдохновения, для обучения, для обличения, для исправления, но вместе с тем она носит, Библия говорит, что это есть образы для нас, вот для нас образы. Если мы берем это в разрезе отдельного человека, или семьи, или целого рода, или страны, то можем увидеть, что в данном случае, как на индивидуальном уровне, так и на глобальном, царь Иезекия много сделал для дела. В книге Царств, 4 книге Царств, немножко иначе рассказана эта история, что когда царь Иосифийский пришел, а это как раз была Сирийская империя, он захватывал новые территории, и в политике всей, наверное, вот этой империи было в том, чтобы поглощать народы и максимально распределять их по другим народностям, чтобы ассимилировать, чтобы не давать им собираться вместе. Это то, что Советский Союз сделал, по большому счету. Да, по большому счету так и делали, да, переселение, ссылки, лагеря и так дальше. Вот это делал Иосифийский царь. Дух-то не меняется. Меняется название, меняется там... Личность. Он, да, а сама... Да. Сам дух остается тот же. И вот интересно, что в 4 книге Царств упоминается, что когда он пришел и начал давить, потому что Израиль уже был поглощен, иудея еще держалась. И вот интересно, что Иезекия сначала взял, чтобы как-то удержать, или, скажем, помочь народу своему, он взял, поотдавал золото и той дани, которую захотел царь Ассирийский, как о нем сказал Синахерим. Он хотел много, и у Иезекии столько не было, поэтому он пришел в Дом Господень и поснимал все там, в храме Соломона. И щиты золотые, и утварь, и сосуды. Поснимал и дал ему. А мы знаем из слов Соломона, что у ненасотимости две дочери. Да, давай. Давай, давай, и никогда не скажет, хватит. Тем более, когда он увидел, подумал, а, раз он дал, значит, у него еще есть, он же не может мне отдать все. И поэтому решил еще, и что сделать? Еще больше поглотить. А тем более, когда этот захватнический дух, он пытается уничтожить все доброе. На что мы можем в этой истории увидеть? Тут сказано то, что мы прочитали в книге Хроник. Сказано после таких дел и верности. Там сказано о том, когда Иезекия вынес всех идолов из храма Божьего, которые прежние цари нечестивые, туда их попритаскивали и сделали культ Ваала и Астарты. Он сжег их, уничтожил высоты. Кстати, очень часто повторяется такая фраза, что дело он в глазах бога доброе, но высоты не были отменены. Потому что высоты – это были не только возвышенные места, это были культовые жертвенники, где люди не только приносили жертвы своим ничтожным богам, которые в сути не боги, но и совершали там различные оргии и извращения. Это одна из форм была поклонения. Это жертвенные алтарии. Иезекия это даже изразрушила. Сказано, что после таких дел и верности, то есть верности, в том числе и упования на бога, Синахерим как раз и вторгся. И что сначала сделал Иезекия? Когда он все это делал, было хорошо, он пользовался своим авторитетом, своей властью. Все, что он делал, он делал для того, чтобы бог был в центре, чтобы он был всем для всего. Но ему ничто не препятствовало, как царю. У него есть и полномочия, и власть, и сила. А вот когда появилась угроза, вот тут, как мы сказали, кризис приходит, давление начинается извне. Тогда то, что внутри, оно себя проявляет. Проявляет то, где есть недоработки. Мы именно в кризисах оказываемся такими, какими и есть на самом деле. И он взял, что сделал? Он не на бога стал уповать, а подумал, я сейчас отдам ему золото, в том числе и из храма. И он тогда от меня отстанет. Казалось бы, такие дела и верность. Но при этом, что он делает? Он начинает страчивать вот это слово. И вот увидел, что царю это мало, он еще хочет поглощать. Тогда Иезекия понял, что нужно здесь что сделать? Усоветовавшийся в мудрость, при совещании вести войну. Предприятие получает твердость через совещание. И вот он советовался со своими военными людьми, написано, с начальниками. И те сказали ему, слушай, Иезекия, тут давай мы засыпем источники, которые вне города. И те помогли ему. И вот интересно, сказали, что говорят, да не найдут царей сирийских, придя сюда много воды. Если мы возьмем как образ это все, то в жизни каждого из нас есть какие-то сферы жизни, которые не находятся под полным господством Иисуса Христа. И пока все в моей жизни хорошо, когда у меня есть, видимо, успех или нет какой-то там потрясения, то, что говорил Давид когда-то, он сказал, я в благоденствии моем. Не поколеблюсь вовек. Говорит, потому что ты укрепил по благоволению гору мою. И чаша моя преисполнена. Да, вот он был такой, чувствовал себя хорошо. Говорит, но ты скрыл лицо свое. И я смутился. И я смутился. И вот когда произошло, вот вроде дела и верность, должно же наоборот быть процветание, наоборот должно быть все хорошо. А тут раз, и сирийский царь. И вот как раз то, что в Иезекии, почему он так поступил, он среагировал чисто по-человечески. По мудрости земной поступил. Хотя казалось бы, да, вот он-то среди других царей показал, и жертвенники уничтожил, высот убрал, идолов истребил. Все это он делал, но тут что происходит? Раз, царю мало. И тогда он советуется. И вот почему они предложили ему засыпать источники, которые вне города? Мы знаем, с точки зрения ратного дела, с точки зрения войны, да, армия зависит во многом от воды. И мы можем это прочитать в другом тексте, когда три царя собрались вместе, помните, пойти войной против моавитян. И тоже, когда вода закончилась, они поняли, что они без воды ничего делать не могут. Но есть вода живая, как в сказках, есть вода мертвая. И в данном случае для меня это образ, на что я надеюсь, на что я верю. Потому что Библия говорит, кто верует, как говорит Писание, у того щелева потекут реки воды живой. Но есть сравнение там, где написано, что два зла мой сделал народ, говорит пророк Иеремия. Меня, источник воды живой, то есть источника живого, оставили и высекли, сделали себе водоемы, не способные держать воду. И потом он говорит, зачем вам путь в Египет, зачем вам путь в Ассирию, чтобы воду из Нила пить, сравнивая, что Бог, Он есть источник не египетских рек, как образ мира, не чего-то, где я могу запитываться и дать жизнь. Иисус эту мысль усилил для самарянки. Воду, которую ты пьешь сейчас, захочешь пить снова. Понимаете, да, о чем он ей говорил, ты хочешь получить счастье? И она говорит, а воду, которую я тебе дам, она даст тебе настоящее счастье. Он говорит, не захочешь пить вовека. Она говорит, Господи, дай мне такой воды. Помните эти слова? Ну, конечно. Вот, и он сразу раз и в точку ей, приведи мужа, приведи мужа. Он показал ей, в чем была ее проблема. Она пыталась в мужчинах, да, обрести. Она сказала, у меня нет мужа. Она говорит, правда ты сказала? То есть ты достаточно честная. У тебя было пять мужей, которые ты сейчас живешь, совсем тебе не муж. Он и указал, что ты сейчас, вот этот водонос, буквально она пришла набрать воды возле этого колодца города Сихарь, но внутри она пыталась пить эту воду, нездоровую. Он говорит, я хочу дать тебе, в том, чтобы ты не искала своей идентичности, или там, тем более, счастья, или внутреннего мира, от этих отношений, как от источника нездоровой воды, которая как раз не может удержать воду. Я есть источник воды живой. И она может в тебе течь. И вот точно так же, если мы возвращаемся к этой истории, он говорит, пусть сирийские войска не найдут сюда много воды. То есть то, что сказал Иисус. Он сказал, говорит, вот идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть мне нужно посмотреть в своей жизни, на что я в своей жизни надеюсь, во что я на самом деле верю, или как я верю. Может быть, есть вещи, через которые враг в моей жизни запитывается, как сирийские войска. И тут одновременно, смотрите, может быть в том, что враг захочет какую-то часть моей жизни отторнуть, как Синахерим хотел отторнуть Иерусалим. А ведь Иерушалаем буквально переводится как город мира. Шалом. Иерушалоем. Ну, шалом. То есть вот он хочет забрать мир. Он хочет украсть мир. А Библия говорит, что плод правды сеется у тех, кто мир хранит. Но он может быть отторнут такими Синахеримами, духовными, которые хотят осадить мою веру, мою надежду и любовь. Осадить кризисом, страхом, смятением. И чем больше воды вне города, тем больше эта осада будет проходить. Чем больше источников у врага, чтобы запитываться от меня, что я читаю, что я смотрю, что я слушаю, с кем я общаюсь, о чем я думаю, что я чувствую, какие поступки я делаю. Они могут быть как раз такими источниками, как внутри, так и снаружи. Интересно. Ты бегло очень в эту мысль искала. Я бы хотел, чтобы ты чуть усилил ее. А когда настоящее я или настоящее я, или каждый из вас, которые встречаются с нами, настоящее вы, оно, оно, я не, сейчас я не настоящий, по большому счету. Я красиво выгляжу, так сказать, ну и ты неплохо выглядишь. Мы, так сказать, готовились до этого, для того, чтобы ваше внимание привлекать наших зрителей. Мы в прямом эфире, поэтому я прямо обращаюсь к зрителям. Но настоящее я, оно выявляется в экстремальных ситуациях и условиях, так как это произошло в жизни языке, и ты говорил, ты это бегло, это произнес. То есть, то есть, настоящее я за кадром, за сценой, настоящее я. Вот когда мне наступили на ногу, там проявляется настоящее я. Не тогда, когда мы с тобой, как приятные собеседники, а, к примеру, без эфира, когда не включены кинокамеры, так сказать, нашла коса на камень, и мы в беседе, вот тогда, тогда выплескивается настоящее я, мое внутреннее. То есть, вот эту мысль я бы хотел, чтобы ты усилил. Потому что, как ты говоришь, что, когда прижали нас, когда Езекию прижали к стене, когда ты говоришь, он раздал уже все, ну, может не все, но все, что можно было раздать. И тогда он понял, когда его прижали, тот требует, давай больше, а он понял, слушай, у меня безвыходное положение, я должен искать какие-то другие источники для того, чтобы, так сказать, ну, остановить этого злодея, этого оккупанта, этого агрессора. То есть, и действительно, в экстремальных ситуациях тогда, по большому счету, утверждается наша вера, наша надежда, наша любовь. Я вспоминаю Давида в Секелаге, который укрепился надеждой на Господа. я хотел, вот, следующий текст. Да, то есть, тогда так поджали, что уже опереться было не на что, просто не на что, и единственная надежда это был Господь. Вот, я уверен, более чем уверен, что в твоих беседах душепопечения, ты, ты имеешь такую часть, такой раздел в это, кто такой настоящий я, чтобы человек определил, это не тогда, когда мы в церкви, когда красиво одеты, когда красиво говорим, когда красиво улыбаемся, но когда мы наедине, один с другим наедине, или, или когда мы в лесу, когда никто нас не видит, и мы, только мы и Бог, и там ты можешь продемонстрировать настоящее я, и молишься Богу, говоря, Господи, ты знаешь, что я играю роль, или ты знаешь, что я играю артиста, или я не то, кем себя выдаю, то есть, я сейчас перед тобой настоящее я, так Господь и без этого знает. Разве у меня, он сердцевидец. Да, он сердцевидец, и для вас я один, я для, ну, это нормально, для супруги другой, для детей третий, но есть проблема, когда я создаю какую-то лучшую версию себя для общественной жизни, витринная такая. Это нормально или нет? В некой мере, да? Потому что, помните, когда Самуил пришел в том, чтобы помазывать в царя одного из сыновей Исея, он в своем, хоть и опытности, но сделал неправильный вывод, когда он увидел Ильява, который был высок, красив, статен, чем-то похож на Саула внешне, да? В тому времени царь Саул был уже отвергнут Богом, и Бог говорит, ты смотришь на лицо, говорит, я отверг его. Он не просто сказал, это не Давид, ну, в смысле, это не царь, которого я выбрал. Я отверг его, ты смотришь на лицо, я вижу сердце. То есть было то, что было, видимо, впечатлить, я хочу там Юрия или пастыря, или кого-то еще. Я умею себя вести, умею подать себя, умею, я знаю, как себя вести с кем и как пред кем выглядеть. Но вот интересно, Бог говорит, что с искренним, Бог поступает искренним. Для этого можно посвятить несколько эфиров, о том, кто же я такой. Да, очень интересно. Это отдельная, есть целая наука, антропология, о человеке, о его сущности, его физическая сторона жизни, о его идентичности, его социальная сторона жизни, эмоциональная, интеллектуальная, духовная, его внутреннее ядро. Это все разные сферы жизни. Когда я скажу, что я высокий или низкий, я скажу о своем теле. Когда я скажу, я худой или полный, я также буду говорить какие-то свои физические характеристики. Когда я скажу, я общительный или замкнутый, я скажу про свои социальные навыки. Когда я скажу, что я скромный или очень эпатажный, я буду говорить о своем социальном каком-то статусе. Но когда я скажу, что я пугливый или храбрый, я буду говорить о каких-то своих эмоциональных сторонах жизни. Умный или тупой, я буду говорить про интеллектуальные способности. Когда я скажу, что я духовный или атеист, я буду говорить о своих духовных убеждениях. Все это части моего «я». Ну, вот само ядро о том, кто «я», оно остается неизменным. Но Библия потому и говорит, что сердце человека, оно какое? Оно испорчено крайне и лукаво. Кто узнает его? А Бог говорит «я Господь». Я проникаю в сердца, я проникаю во внутренности, чтобы каждому воздать по плодам и по путям дел его. Он видит нас изнутри. Он видит наши слепые зоны. У меня есть то, что я не вижу своего затылка без зеркала двойного. Я не могу видеть каких-то своих зон без взгляда со стороны, кто скажет «вы на жвачку сели», к примеру, у вас там ус отклеился, как в одноименном фильме. И я не вижу что-то себе внешности. Точно так же есть слепые зоны в моей жизни, которые я в себе не могу замечать. Давид это хорошо понимал. Он сказал «узри, Господи, не на опасном ли я пути, направь меня на путь вечный». Он говорил «кто усмотрит погрешности свои от тайных моих?» Избав. «Очисти меня от умышленных, убереги, раба твоего, чтобы не возобладали надо мною». Тогда он говорит «я буду чист от великого разращения», то есть от всеобщего разложения в обществе. Потому что я могу что-то не замечать, что я живу человекоугодничеством, я живу лицемерием, лицеприятием. А все это порождение одного. Это исходящее из гордыни, где не страх Господень является главным критерием жизни, а мнение людей. Тебя льется как река. Следующую программу, если Бог даст, мы проведем эту интересную тему. Я чуть-чуть взял, а тебе как река, как из рога изобилия. Эта тема очень... Интересная, интересная. Потому что как раз об этом... Она меня даже заинтересовала. Вот почему... И мы перейдем к надежде все-таки. Вот почему мы более заинтересованы показать свои сильные стороны, имея при этом массу слабых сторон нашей жизни. Но вот как-то мы так устроены, правда? А люди боятся, что мои слабости будут использованы против меня. Против меня, совершенно верно. Обычно в голливудских фильмах показывают все, что вы скажете, будет использовано против вас. Совершенно верно. Все, что вы сделаете, люди воспользуются. Кто-то на этом будет паразитировать. И поэтому люди живут по трем принципам. Не говори, не доверяй, не чувствуй. Ну, часто. Или живут по принципу, особенно что касается лицемерия или притворства, то они живут по принципу у-у-у. Успеть, угадать, угодить. И смотря, кому я хочу угодить. В итоге это погубило карьеру Саула. Когда это попытался сделать Иезеки, он увидел, что вдруг, при всей его вере, при всей его верности, при всех его делах для Бога, были моменты, в которых как раз вот это давление и проявило, что он начал уповать на золото. Или там на возможность... Пошел на компромисс. Откуплюсь. Да, на компромисс. Мы точно так же, когда мы оказываемся в каких-то стесненных обстоятельствах, вот именно там, то, что было слепой зоной или неизвестной зоной моей жизни, оно выложит наружу. Мои кризисы меня вскрывают. Готов ли я был к ним? Или наоборот, был не готов. Я, работая с людьми, те, кто были в зоне боевых действий, я видел, что в людях проявлялось в моменты войны в них либо самые благородные качества, которые доселе были не видны для других, а у других, наоборот, получив оружие в руки, они становились сразу же, что, о, класс, меня будут уважать. Я могу получить то, чего обычно я бы не сделал. Вот есть выражение, что мешает вам быть самим собой. Один человек сказал, ну, уголовный кодекс и правила поведения в обществе. А когда ты находишься в зоне боевых действий, и из самых вроде добрых мотивов идешь защищать свою родину, защищать Украину от агрессии, российской, и тут раз, когда в тебе в руки попал автомат, а рядом нету служивцев, а есть красивая дама, и она боится, можно использовать ее для того, чтобы проявить свои внутренние похоти и надругаться над кем-то, или стать мародером, или еще преступником. К сожалению, и такие примеры очень. А другие наоборот, казалось бы, для человека он считался никому серым, незаметным, а в бою проявил себя как герой или защитил других. Или волонтерское служение, служение ближнему. Это же тоже проявляется в сердце нации. Да. То, что мы слышим сегодня, масса вот с Америки начали ехать добровольцами. Буквально на прошлой неделе я случайно вошел в одну семью, захожу в двери, вижу, на матери лица нет. И она прям с порога. У нас большая трагедия, Юрий. Я опешил. Вот. Я там заехал по просьбе, по другим делам, и она говорит, несколько дней назад дочь погибла добровольцем. Молодая, 30 с небольшим, поехала добровольцем на схид Украины, это на юг, да, схид, это по... Восток. То есть Восток. Мой украинский должен быть это чуть... И это, и погибла. Помогала там, помогала там, то есть вот такая трагедия. То есть проявляется настоящая сущность нации помогать друг другу. Но даже здесь некоторые Библии скажут, некоторые думают, что благочестие является поводом для прибытия. Совершенно верно. Я надеюсь, что меня заметят, на меня обратят внимание. Может быть. Для кого-то становится, ну, каким-то определенным хайпом, как это такое, модным словом, в том, чтобы вот все же ездят, мне нужно обязательно сфотографироваться на фоне определенной арки определенного города, в бронике, в каске там, и, ну, то есть, соответственно, я привез гуманитарную помощь. И мотивация, она может быть разная у людей. Абсолютно. Мы этого можем не замечать. И вот... Я просто не могу некоторые частные случаи рассказывать, да, ну, из таких вещей, но это было неоднократно, когда люди из разных мотиваций ехали либо на фронт, либо помогать. У них есть в этом определенные внутренние мотивы. А Библия говорит, что помыслы человека это воды глубокие. Определенные мотивы или, я скажу более грубо, шкурные интересы какие-то, плотские. Да, они могут быть как раз таковыми. Но вот, возвращаясь к теме из Эки, он тоже подумал, я сейчас сделаю, он уже искренне, Библия показывает там, что он искренне достаточно был пред Богом, и вот просто эта ситуация выявила. И он подумал, надо закопать эти источники, засыпать, чтобы сирийские цари, другими словами, бесы силы тьмы или нечестивые люди не имели доступа в моей жизни и не смогли им воспользоваться. И написано, что когда мы советуемся или консультируемся, правильно скажем, то он решил с князьями, своими военными людьми засыпать источники воды и те помогли ему. И тогда мне нужна помощь со стороны, почему и существует служение душепопечения и консультирование, чтобы помочь человеку засыпать те источники. Он скажет, вот в кризисе проявилась проблема и я хочу с ней разобраться. И тогда он идет, чтобы засыпать эти источники, чтобы враг не имел доступа. И в чем он будет надеяться? Надеяться на алкоголь, которым он будет себя глушить в том, чтобы с этим справиться. Сильно действующие лекарства, антидепрессанты, либо какая-то другая деятельность. Нет, помогли. Засыпали, и говорят, да не найдут они много воды. И вот написано, ободрился там, он ободрился в Боге. Он, говорит, восстановил всю обрушившуюся стену. А Библия нам показывает стену, помните, написано, что город без стен, а в древности все большие города, крупные, столичные города, престольные, они были со стенами, чтобы защищать от внешнего угрозы. И он говорит, что город без стен, это человек, не владеющий духом своим. И вот как раз он, благодаря этому, он увидел свои слабые стороны, и он не обращал внимания, что у него есть обрушившаяся стена. Иезеки вот тут, говорит, и поднял ее до башни. Башня, это, то есть он не просто поднял ее, башня, это место, где происходит пост, ну, то есть, где идет наблюдение, в том, чтобы видеть наперед. Как сторожевая башня. Как сторожевая башня, как время поста, то есть бодрство. Вот как раз поднялась, вот как раз этот кризис обрушил его прежние упования на что-то земное, на свое человеческое. Вместе с тем, оно было перемешано с самым искренним желанием угодить Богу, когда он уничтожал и идолов, и высоты, и желал все это сделать. Ну, враг будет как раз использовать две моменты. С одной стороны, он будет пытаться найти источники, или просто забрать твой мир, забрать твою веру, убрать у тебя надежду. Он же пришел украсть, он пришел убить, он пришел погубить. И вот он говорит, построил и извне другую построил стену. То есть это когда я понимаю, что и внутренне, и внешне мне надо быть настоящим. То есть это не значит, что я должен всем открывать детали своей приватной жизни. Но быть самим собой, возвращаясь к теме, когда я там разносторонний, это совсем другое. И вот интересно, что он говорит, он наготовил множество оружия и щитов. Это как раз образ всеоружия Божия. Библия говорит, наконец, братья. Укрепляйтесь. Там буквально надеетесь, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы в день злый все преодолев устоять. Потому что если моя вера во что-то, в мои силы, в мои ресурсы, в мои связи, в мои деньги, в мою энергию, в мои знания, в какой-то момент оно все перестает работать. И тогда ты понимаешь, что блажен тот, кто надежду свою полагает на кого, на Господа. Потому что написано в день бедствия, где будет сила твоя. Да. Совершенно верно. Вот интересно, почему сказано, что проклят всякий, надеющийся на человека и опорой своей делающей плоть. Он говорит, проклят. Он будет как верить в пустыне. Говорит, но блажен, кто надеется на Господа. Он будет как дерево у потока вод. Помните, что в первом псалме, что в 17 главе книги пророка Иеремии этот образ используется одинаково. И там как раз связанный с надеждой. И вот он, он говорит, наготовил, сделал это все оружие и поставил военачальников. То есть он знал, что нужно как делать. А потом говорил к сердцу людей. Будьте твердые и мужественные. Вот только словом от Господа. И вот мне нравится, здесь сказано, он сказал, с нами Господь, он больше, чем с ними. И написано, и подкрепился народ словами языки, царя иудейского. Как очень важно, вот я здесь сижу сейчас в мирном месте. Мне комфортно. А кто-то сейчас на крыше дома сидит. Его имущество утонуло. Он остался без средств к существованию. Он не знает, что делать дальше. И людям надо слово, потому что там только как тревога, так, до Бога. А вот есть выражение, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Иногда мы на самом деле думаем, что мы верим в Бога, но только кризис выявляет. Вот людям нужно в этот момент получить надежду, потому что надежда не постыжает. Она Духом Святым изливается в наши сердца. Вот интересно, если вспомнился мне текст, и я его прочитаю для всех нас в назидание. Вот смотрите, он говорит, «Итак, оправдавшись верой, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верой получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божьей. И не этим только, но и хвалимся и скорбями». То есть, почему тут апостол Павел говорит о скорбях, о трудностях, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения, опытность, навыки, а от опытности надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия изливается в сердце наши Духом Святым данным нам. Вот это как раз то слово, он говорит, она не постыжает, потому что эта надежда не на деньги, не на выигрыш, не на удачу, не на фортуну, не на бы какой случай, а на Бога. Потому что, он говорит, даже если что-то пойдет не так, как я запланировал, Бог Духом Святым даст любовь, которая как раз больше. И она, вы видите, тут все эти три компонента, они вместе скрепляющим становятся. Вот точно так же было и с Иезекией. То есть, мы не можем сказать, я буду верить, а ты будешь надеяться. И каким-то образом мы достигнем успеха. Потому что вера, надежда, любовь – это этот букет. Если у тебя есть вера, у тебя обязательно будет надежда и любовь. Ну, скажем так, это в идеале. Если у тебя есть надежда, в тебя обязательно должна быть вера и любовь также. То есть, это как букет. Да, вот смотрите, вот взять мой телефон. Он без чехла может работать. Чехол – это защитная функция. но без экрана он работать не может. Без аккумулятора работать не может. То есть, без средства, там, без материнской платы или процессора он тоже работать не может. Тут эти обязательные условия. Это должно быть экран, аккумулятор и железо, как его называют. Вот это, да, вот внутреннее железо, материнка, которая и создает то, что смартфон является смартфоном. А какие-то другие вещи, корпус или чехол, это дополнительные вещи. А тут как раз вот три компонента вера, надежда, любовь, они вместе. Ну, она когда увидает все, человек приходит отчаянник, как один из смертных грехов. Знаете, у Фомиа Квинского был такой перечень семи смертных грехов. И один из них это как раз уныние или правильнее отчаяние, когда человек теряет надежду или смысл жизни. Это созвучно с тем, о чем Писание говорит. «И дух, и душа, и тело досохранится». Да. Точно так. Первое послание Фессалоникийцам, 2, 5 стих, 23. Досохранится во всей целости в явлении Господа нашего Христа. Они все должны быть вместе. Вот как раз вы сегодня упомянули о Секилаке, о Давиде. Он убежал от Саула. Он прекрасно себя чувствовал в земле филистинской. Он грабил аммонитян, мавитян. И за счет этого положил. А пока он где-то там промышлял, пришли люди, забрали жен, забрали имущество, сожгли дома. Вот тут возвращается Давид в хорошем расположении духа, думает, у меня все хорошо. Я в относительной безопасности. Из добычи возвращался. Из добычи. Да. А тут раз все потерял. Все потеряно. И наоборот сел плакать. И плакал, пока сил не было. И вот потом все люди, вождем которых он сделался, они говорят, это все из-за тебя, мы за тобой последователи. И камнями. И решили побить его камнями. И сильно смутился Давид, но потом укрепился надеждой на Господа. Вот это как раз видит в таких стесненных обстоятельствах его само по себе уже как лидера, как отца, как мужа, уже все это сместило. Как хозяина в доме. Он был со всех сторон стеснен, а тут еще и друзья, которые говорят, слушай, это все из-за тебя. Мы нашли источник наших бедов. Если бы мы за тобой не пошли, этого всего бы не произошло. Мы должны были охранять свои дома. И тут он думает, и вот последняя опора, друзья, они сразу раз, и они готовы уже тебя подбить. И вот тут он как раз надеждой на Бога принесите ифот. И тогда они раз к Богу с вопросом. То есть Бог надеждой на Господа, это значит включая веру сразу. Оно веру активировало, и он такой, бежать, беги, догонишь, догоним, отберешь, отберешь. Идем, друзья. И это вот когда он укрепился надеждой от Господа, вера активизировалась, и он как лидер смог повлиять на своих людей, чтобы они не били его камнями, а последовали за ним, чтобы вернуть то, что было утрачено. И вот враг, он будет стараться украсть у тебя и мир, и любовь, и всякую надежду, и погубить душу, особенно, когда сложные обстоятельства. У меня дети тоже первый месяц, первые три недели, они тоже были в оккупации, и мы не могли их забрать, потому что 170 километров линии фронта, и ехать туда вглубь, это верная смерть. Поэтому ты тоже думаешь, как быть, как мне их забрать. Хотя в самом том городишке, в котором они находились, военных действий не было, но не было ни электричества, не было еды, готовили кушать на кострах, ну и потом люди стали приносить еду. И вот точно то, что ты понимаешь, что здесь тебе ни друзья не помогут, ни кто-либо другой, тут только укрепиться надеждой на Бога. И вот тут тяжесть будет тяжело. Но слова ободрения, они очень нужны. Вот отличается ли надежда, я уверен, что отличается, я хочу, чтобы ты озвучил это, надежда наша, христиан, рожденных свыше. Очень сильно как мы говорим, воцерковленных от людей, на которых не на что опереться. Ну тоже вроде надеются, вот слыша новостей, новостя, вот берут репортажи там у людей. Ну как вы, то другое, вот как вы думаете, я за Украину говорю, ну мы надеемся, надеемся. Я как-то сравнивал, думаю, обожи, на чем зыждется их надежда. Ну они ссылаются на Зеленского, они ссылаются на помощь Запада, и то другое. то есть, а я себе поймал на мысли, слыша тут конкретный репортаж, что все-таки у нас есть нечто другое. У нас есть, то есть, более надежный фундамент, и на этом фундаменте наша надежда, она более реальна, потому что, ну, мы на Бога упываем, доверяем Богу во всех обстоятельствах. Вот ты заметил в вопросах душепопечения, как ты в таких случаях консультируешь? Вот это как раз с этого я и начинал, когда я сказал про надежда была и осталась напрасна. Вот интересно сейчас, помните, написано не в Боге полагают надежды, я сейчас не могу вспомнить, где написано, да, те, кто не в Боге полагают надежду. Почему кто-то уповает на деньги? Кто-то на воинство и силу. Поэтому в Библии сказано не воинством и не силой, а духом Божьим, да, иные колесницами, другие конями, кто-то хвалится, значит, и надеются на них, а мы Богом, духом Бога нашего. Вот почему Бог очень много обличал через малых пророков свой народ, что они, говорит, ищут, зачем вы опираетесь на этот, на Египет? Да, как трость. Трость, которая, говорит, пробьет руку вашу. Бог, наоборот, он говорит, я трости надломленной не переломлю или на курящегося не угошу. Он хочет, чтобы мы, христиане, надеялись не только на вечную жизнь, не только в этой жизни, как мы сказали, только в этой жизни надеяться на Бога, это несчастный, только надеяться на небо тоже. Это должен быть тоже двухкомпонентный момент. Я гражданин неба, но здесь я живу, как и гражданин Украины, и гражданин США. Я могу быть и телесным, и небесным. И мне это нужно сочетать, потому Иисус много говорил, мы не от мира сего. Но живя в этом мире, нам нужно понимать, что в наших ежедневных вызовах, трудностях и проблемах нужно полагать надежду на Бога. Поэтому этот вопрос и подняли сегодня, об этом говорить, чтобы люди знали, что тебе не поможет то, не поможет то, не поможет то. Помните женщина, которая все свои деньги истратила на врачей, истратила на какие-то свои связи, а потом все, написано, пришла только в худшее состояние, потому что эта надежда была какой? Пустой. Она была... Зыбкая. Зыбкая. Вот. Точнее, может, она и была, но она себя не оправдала. У нас 30 секунд, в час пролетел быстро в следующее, и мы проименуем, кто такой настоящий, я уже тебя приглашаю. У тебя буквально 20 секунд, обратись, пожалуйста, к зрителям, что у тебя на сердце? Что у нас есть? Я еще раз процитирую слова, которые я уже сегодня говорил. Наконец, братья мои и сестры мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его, чтобы в день злый все преодолев устоять. У каждого из нас свои злые дни. Для кого-то он сегодня, для кого-то завтра. Написано, что, говорит, помни, говорит, радуйся, говорит, во все дни жизни, помни о днях темных, которых будет много. Да благословит Господь. Спасибо. Você, Бабу. Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова